Работа с дольщиками и застройщиками по завершению строительства в региональном правительстве ведется давно. Только вот конца пока не видно. Неразбериха в документах, упущенное время, недостаточное количество денег – все работает против людей. Наша ходьба с 2012 года пока безуспешна, то есть на протяжении шести лет. То есть пытаемся решить одну проблему, появляется вторая, решаем вторую, появляется третья и так до бесконечности. Результата на сегодняшний день пока нет. Ни по одному из домов. То есть у нас три дома – 67-й, 97-й, 140-й. А 140-й дом – 70-процентная готовность. То есть не хватает каких-то моментов, которые решить без административного ресурса, вот почему мы сейчас здесь, не предоставляется возможным. Административный ресурс тоже не панацея. Когда строительство велось на авось, юридическая база сплетена в такой клубок, который распутать сложно. К сожалению, законодательство Российской Федерации не позволяет рубить эти гордие его узлы. Переоформление осуществили. Вопрос продления страховок решили. Я хотел бы сейчас, чтобы здесь при нас, при представителе, как дольщиков, соответственно, при наших коллег из прокуратуры, все-таки мне пояснить. Николай, вы нам обещали ровно неделю назад, полторы недели назад, что в прошлую среду начнутся работы. Насколько я знаю, я там был на объекте, заезжал, работы не начались. Нынешний застройщик оправдывается. И оправдание у него есть. Вот только никому от этого не легче. Губернатор неоднократно заявлял, что там, где нарушается закон, уголовные дела будут заведены. Представитель прокуратуры внимательно слушает оправдание. Оставлены контроли, мы отследим их исполнение, несомненно. И в случае выявления каких-либо фактов, примем соответствующее решение. На обещание застройщика начать работы прокуратура пообещала в ответ. Хочется надеяться, что прокурорское обещание не останется без внимания застройщика. В противном случае силовики начнут делать выводы и принимать решения. И тогда дома достроят. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.